Девушки отдыхают Доброе утро Как у вас дела? Давайте сразу мы начнем с того, что, во-первых, я, насколько знаю, вы знакомы с Лизой Калининой уже более 7 лет, да? Да, я когда пришел сюда, я увидел Лизу и сижу, думаю, где я видел эту девушку? Оказывается, с Лизой у меня был самый первый мой радиоэфир Ой, слава богу, что уточнение есть Одной радиостанции, да, без уточнений Да, и Марк очень волновался Это было очень волнительно, как на детекторе Да, я ему помогла Скажи, пожалуйста, Лиза, спустя такое количество времени Марк поменялся, изменился? Поправился Сейчас узнаем Сейчас узнаем Действительно, потому что доводить людей в поту до шока, до состояния, нестояния вы, я так понимаю, умеете Сегодня мы тоже хотим это сделать, но чуть позже Хотим поговорить, конечно же, о программе, которая спустя, сколько уже лет? Десять? Восемь? Ну, вернулась Спустя большое количество времени возвращается в Россию, 8 февраля на телеканале «Пятница» Можно будет все это увидеть, это психологическое действительно прям давление на артистов происходит с вашей стороны Собственно Давайте в двух словах расскажем, да? Да, и провокационные вопросы Какие правила, они поменялись в этой программе или нет? Да, правила стандартные Человек приходит рассказать о том, о чем, в принципе, не принято говорить во всеуслышание и заработать на этом деньги Есть 21 вопрос, 21 честный ответ и 1 миллион рублей можно забрать, в принципе, с собой На кону? Да Удобно ли и нравится ли задавать вот эти каверзные вопросы человеку, когда, ну, говоришь, по идее, сам же испытываешь какой-то неловкой, может быть, момент? Ну, бывают, конечно, вопросы, после которых и у самого пульс учащается И вспоминаешь тот день А какой был самый сложный вопрос? Я даже не вспомню Их настолько много, что у каждого из участников был какой-то непростой вопрос, на который мне было, ну, не совсем просто, наверное, даже задавать И важно, что люди популярные, мы все о них что-то дознаем Конечно, конечно И какие-то факты вы вычленяете из-за таких личного характера Социальные сети и так, в принципе, оголяют и обнажают людей, которые выкладывают свою личную жизнь Сами же Что мы берем, да, если берем звезд шоу-бизнеса, артистов А здесь, безусловно, были вопросы и затрагивались темы, которые не освещаются у себя в социальных сетях Потому что во время того, как человек садится на полиграф, там же не задается 21 вопрос Могут задать 200 вопросов Я уже не знаю, какие именно войдут Могут задать 300, но в любом случае какой-то из этих вопросов попадает в программу и вводит человека в состояние ступора Вот и все И вы говорите, все волнуются, все участники Абсолютно все Но надо сказать, что у участника есть право в любой момент остановить вопрос, даже прервать его Можно сказать, я больше не хочу, извините, я ошибся, в студию зашел Это может только усугубить ситуацию, если задали вопрос Ну, что он очень неловкий Были неудобные ситуации, на самом деле, во время программы, когда звучал каверзный вопрос И группа поддержки вскакивала, причем все Как будто все были в курсе ситуации жизненной у человека И тянулись рукой, значит, к этой кнопке для того, чтобы остановить вопрос и заменить его на другой Но мы же тоже, ребята, непростые Если ты отказываешься отвечать на какой-то суперсложный вопрос И заменяешь его, то следующее может быть еще более сложным Но воспользоваться кнопкой уже нельзя второй раз Поэтому здесь ситуация непростая Типа сложный вопрос, они нажимают кнопку, а потом вопрос такой Почему отказались от прошлого? Рассказывай Рассказывай, что случилось А есть ли какие-нибудь артисты, возможно, персоны, которые были в программе Которые до участия в программе вызывали нормальное уважение к ним А после программы ты такой думаешь, кошмар Не буду говорить Одно, нет, специально не мужчина, не женщина Одну, один персонаж Один персонаж, да, в средний рот возьмем Ну мы попробуем узнать потом Это будет видно по реакции, когда смотреть программу? Нет, не будет А что вы подумали, какой дурак? Я на самом деле был... Нет, вообще у меня хорошее мнение обо всех участниках, безусловно Но есть несколько вопросов к одному из участников Я, конечно, ему задам их обязательно, при удобном случае Я все-таки хочу, может быть, благодаря вам развеять какие-то мифы Все-таки детектор лжи, вот этот полиграф, он же не всегда правду показывает Там же погрешность Там же достаточно просто нервничать Ну, безусловно, я тоже сейчас нервничаю И вы не занервничали, когда я зашел Ты что? Мы? Мы? Мы все нервничаем У нас просто турэп немного Так вот, нет, погрешность, безусловно, может быть Если взять специалистов, кто-то скажет погрешность 30%, кто-то скажет 20%, кто-то скажет, наоборот, точность от 80% до 95% Многое зависит от специалиста Если полиграфолог хороший, профессионал своего дела, знает, как подстроиться к испытуемому Да, он обязательно выведет его на чистую воду Если полиграфолог неопытный, если он только начинает заниматься этим Или у испытуемого тахикардия Возможно, да, или какие-то другие заболевания Заболевания сердечные Я знаю, как обмануть эту историю Вот показываю всем, есть вот эта обычная канцелярская иголка, кнопка Ее можно положить под пяточку Под пятку И, собственно, когда будет всегда задаваться вопрос Ты этой пяткой, ну, сильнее просто давишь в иголочку У тебя получается стрессовая такая немножечко для организма боль И даже если тебе задают вопрос Как тебе зовут, ты говоришь, Лиза, ты нажимаешь на пятку, покажешь, что это вранье Это правда? Да Да, так работает? А-а Проверяли ли вы пятки ваших персонажей? Ну, смотрите, полиграф, он же используется не только в программах развлекательных и психологических Правда? Его же используют и в криминалистике, и не только Вот если ваш метод попробовать применить в криминалистике Мне кажется, люди, которые сопричастны с этими органами и слушают сейчас наш эфир Они не позволят А люди как раз из той области мне и рассказали У кого-то там какая-то булавочка была под пяткой За Денисскую же едут, похоже, поэтому давайте Ну, хорошо, личное мнение как-то совпадало с ответами игроков Часто, да Ну, все Прекрасно? Легко Мне кажется, если Марку сильно не понравится вопрос, который мы будем задавать, мы просто начнем храпеть в эфире У нас быстренько выключат, загипнотизируют А кто начинает? Вы нам вопросы или мы? Давайте вы мне Вот так вот, да? Лиза, тогда будь добра, пожалуйста, свою ручку Дайте, Марк, руку Лизе Марк, дайте руку Она будет сейчас держать пульс Пульс заберет Посчитай, пожалуйста, пока Его нет Нет Человек Убери руки с роликса Здесь только мое тело Он отключил, значит, да? В общем, задача такая Будет несколько секунд у нас Я задаю максимально быстрое количество вопросов Нужно отвечать да или нет Вот и все Ну, то есть это было когда-то в жизни, а может быть не было Хорошо Вот Они могут быть абсолютно любые вопросы Все-таки я могу себе это позволить Все готовы? Да Ну что ж, поехали Включайте секундомер Полетели Забывал мыть руки после уборной? Конечно Рекламировал то, что сам не пробовал? Никогда Подписывался в Инстаграм на того, кто тебе не нравится? Нет Было стыдно после своего выступления? Да Выщипывал волосы в носу? Врывал Лечился народными средствами? Конечно Передаривал подарки? Нет Забывал какую-то важную дату? Да Отправлял непристойный смс не тому человечку? Да Выходил на работу под градусом? Да Пил антидепрессанты? Нет Покупал что-то в магазине для взрослых? Конечно Соврал сейчас на какой-то вопрос? Не да Уклонялся от исполнения супружеского долга? Нет Напивался до вертолетов? Да Нюхал носки перед выходом? Нет Прощал чью-то измену? Нет Воровал в магазине? Нет Один раз чеснок у него случайно вернул Все, все, все Сейчас мы будем перейдем к разбору Спасибо Ребята Пульс просто зашкаливает Серьезно? Вот так вот Ты мне передавила руку просто Возможно Передавила руку Просто пульс как под стрелки часов Серьезно? Ты вот так Класс Лиза Где, на каком примерно вопросе взлетала На чесноке? Сам, мне кажется, сильное Забывал какую-то важную дату И потом пошел вообще Так Забывал какую-то важную дату Какую? Да Да мне кажется, так много раз было Уже и забыл даже, да, какая дата Ну какие-то праздники государственные Государственные День флага Было стыдно после своего выступления Ответил да Да Вот я же, когда к Лизе пришел первый раз на Ага, понятно И это ужас был Я когда потом послушал запись программы Разговора? Это Мне казалось Я всю жизнь мечтал попасть на радио Много лет не мог попасть Потому что картавил сильно Ходил потом к логопеду занимался И как раз первая возможность Прийти и поговорить Рыбалка-рыбалка Рыбалка-рыбалка Великолепно Так, соврал сейчас на какой-то вопрос Сказал да, на какой? Я уже не помню Отлично Вот чеснок, кстати Было у меня дело Раз я случайно положил в карман Чеснок На такой, в сеточке маленькой В магазине В пальто Ушел из магазина И выхожу на улицу А он у меня там Пошел обратно отдал А, вот еще Прям пошел обратно Максимальная степень сознательности Вот волнение где было Отправлял непристойный смс Не тому человек Вот туда Ударили стрелочки Всполнил, видимо, содержание сообщения И молчил Вспомнил человек Вспомнил Он еще, ну, как бы Общаетесь? Общаетесь? Конечно А жена знает? Так это жена А-а-а Ну мало ли что сказал Нет Все же Мы же тоже тут установки Работает Окей Все, справился Далее пускай Сами сотрудники СМИ всевозможных желтых газет раскручивают по слогам. А теперь переходим к ответной реакции. Пожалуйста, у нас есть Лиза. И Денис, собственно. Нужно вопросы задавать. Я не готовил никаких вопросов. Ну, просто интересно было бы проверить из программы какой-нибудь самый часто повторяющийся вопрос. Там было очень много вопросов для взрослых, например. Без проблем. Это Ваня. Это Ваня для взрослых. Ваня, пожалуйста. Ваня самый взрослый просто из коллектива. А были вопросы такого типа завидуете ли вы кому-либо из коллег ну, например, на радиостанции вашей, на авторади. Да, да. Кому? Лизе. У нее нет, у нее нет ипотеки. У нее зарплата не больше. Нет, у нее нет ипотеки. Это многое объясняет. Он сейчас ответил правду или нет? Вы смотрели вообще на него? Ну, я смотрел, ну, шутит человек. Очень часто, кстати, люди используют шутки, сарказм в качестве защитной реакции. Кстати, а как это пробить? Вот если, правда, человек отшучивается все время, есть ли какое-то воздействие, чтобы его осадить и привести в чувство? Ну, вообще, если брать такие достаточно профессиональные переговоры, да, переговорщики очень часто используют различные подходы психотерапевтические и психологические. Например, есть транзактный анализ, в котором присутствуют такие эго-состояния человека, родители, взрослые, ребенок. И когда в процессе разговора люди обмениваются информацией определенной, да, можно, профессионал может считать, что это за транзакции, детские, родительские, взрослые. И, естественно, я приведу очень простой пример, да, там, жена просит у мужа помочь надеть пальто. Она может сказать, любимый, помоги надеть пальто, пожалуйста. Я бы согласился. Это чья позиция? Взрослого, родителя и ребенка. Ну, взрослого, наверное. Взрослого, да. А если она скажет, допустим, ты что не видишь, я пальто надеваю, помоги мне. Это уже чья позиция? Родитель. Родительская. А если она скажет, блин, ну ты что не видишь, я пальто не могу надеть. Ну, понятно, ребенок. Ребенок, да. И когда общаешься с людьми, очень здорово можно вычислять вот эти транзакции, да, какие они. И на каждую транзакцию есть как здоровая коммуникация, а есть манипулятивная. И вот если манипулятивные коммуникации изучить хорошо, то в принципе человека, который в сарказм входит, в шутки, с ним его очень легко вывести на чистую воду. Либо довести его до состояния злости, когда он начинает беситься, потому что понимает, что его выводят за рамки его самочного поведения. Либо, наоборот, начинать ему поддакивать. Да, вот когда в компании сидишь и понимаешь, что кто-то пытается показаться самым умным. Он занимает родительскую позицию. Если ты начинаешь с ним спорить, это уже невыгодно. А если ты хочешь, чтобы он счет оплатил в конце вечера и сказал тебе, я угощаю, тогда ему нужно поддакивать весь вечер. Блин, ты какие вещи умные, говоришь. А если злиться, то что его? Как с ним, если его через злость делать? Слушай, ну, на самом деле, любое поведение человека, абсолютно любого человека, возьми, мы все где-то отчасти маленькие дети, травмированные чего-то, боимся быть уязвимыми, что нас обидит. Поэтому, если не срабатывают какие-то методы, связанные с манипуляцией, нужно идти в любовь. Ну, понятно, что всех ты не сможешь любить, но, по крайней мере, быть добрым, открытым человеком всегда хорошо. Ну, смотря с кем. Ну, с коллегами. Ну, с коллегами можно. Так, послушав все, я делаю вывод, что какие умные вещи говорит Марк Бартон. Это я сейчас как раз с тем советом, чтобы он счет оплатил. А как он разговаривает с Данемиловичем? Какой потрясающий костюм, очки великолепные. Давайте, да, за что заплатить нужно? У вас ипотека, по-моему. Сказал, да, у меня ипотека. 3 900, пожалуйста. Итак, друзья, я надеюсь, что вы все услышали. Это будет действительно интересный проект, который стоит вашего внимания. Не забудьте себе поставить отметку, чтобы включить телеканал «Пятницу» и посмотреть программу «Детектор» в главных ролях с Марком Бартоном, который будет выводить всех на эмоции. Желаем успеха в программе, конечно. А вам побольше терпения. Ну и, собственно, после этого взлета в карьере еще больше, чтобы не дотянуться. Спасибо большое. Спасибо. Марк Бартон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова